Давайте начнем. Так получилось, что большую часть своего рабочего времени я провожу в Jupyter ноутбуке. Это очень мощный инструмент, но это далеко не полноценная IDE, к которой я привык, будучи программистом. И помимо того, что там есть какие-то свои вкусности, она все равно еще не приближена к полноценной IDE. Я попытаюсь рассказать вам, что в ней сладенького такого есть, за что я ее люблю, как вы можете помочь всему миру сделать ее еще лучше. И как сделать веселее то время, которое вы проводите в этом инструменте. Вот. Да. Вопрос, зачем? Зачем это все нужно? Дело в том, что относительно обычных IDE, Jupyter ноутбук позволяет делать графики, выводить таблицы, выводить какую-то дополнительную справочную информацию, какой-то интерактивный контент. Все в одном, вам не надо переключаться, что-либо делать. И это полноценный рабочий инструмент ресерчера. Вот. Я... Все знают про Jupyter ноутбук. Есть отличный доклад от Льва Тонких. Он выступал на Python митапе, человечек из Rambler. Он все по полочкам разложил, и нет смысла повторять его основные тезисы. Поэтому я расскажу в 15 минут, какие еще плюшки можно добавить, чтобы все было замечательно. Очень классная вещь Jupyter Hub. Это... Все знакомы с Jupyter ноутбуком, Jupyter Hub позволяет запустить несколько Jupyter ноутбуков. Как происходит? Если у вас запущен один Jupyter ноутбук, и у вас три разработчика. Каждый придет в один Jupyter ноутбук, все начнут ковырять, что-то исполнять в одном Jupyter ноутбуке, и от вашего кода может не остаться. То есть вы выполняете одну ячейку в этом Jupyter ноутбуке, а кто-то приходит и хочет выполнить следующую. И весь этот сурбор, ничего не понятно, какой выход, запустить два Jupyter ноутбука, может быть три и так далее. Но как это все менеджерить, надо делать на разных портах, это все и прочее. Эту проблему решает Jupyter Hub. Он делает раздельное пространство на вашей машинке. Для каждого пользователя автоматически по необходимости он запускает Jupyter ноутбук. Полноценный Jupyter ноутбук. Помимо того, что у каждого свой Jupyter ноутбук, там можно залогиниться. Я очень люблю, ОАУС там позволяет GitHub добавить и залогинить с помощью GitHub. Там есть админы, там можно адменить, можно, не выключая Jupyter Hub целиком, можно перезагрузить, выключить чей-то ноутбук или, я не знаю, отобрать у него права, что-либо делать. Есть SSL для совсем их упоротых. Как выглядит вообще Jupyter ноутбук простой? У вас есть браузер, в котором вы видите Jupyter ноутбук, который запущен либо локально, либо на каком-то сервере. Вы выполняете код, этот код отправляется, выполняется в каком-то ядре. В Jupyter Hub немножечко сложнее. Там есть прокси, под каждого пользователя выделяется, запускается автоматически Jupyter ноутбук. В чем особенность? Если у вас система, то для каждого пользователя в системе должна быть создан пользователь в Linux. То есть, если у вас три человека хотят пользоваться разным Jupyter ноутбуком, вам нужно три раздельных пользователя в Linux. И каждый пользователь будет мапиться на свою home-директорию. Там будут различные файлы, можно хранить где-то в другом месте, но ноутбук будет запущен именно в хомке. OAUS. Вы хотите сделать вход. Вы не хотите раздавать логины, пароли. LDAP там работает очень плохо. Он очень резанный, куцый, поэтому есть выход использовать OAUS, допустим, Гугла или Гитхаба. Очень легко создать какой-то OAUS в аппликейшн в Гитхабе, взять оттуда клиент-ID, secret-ID и записать его в настройки. Но с какой проблемой вы столкнетесь? Дело в том, что в Гитхабе по молодости вы могли там зарегистрировать себе красавчик 92 или какие-то другие. Естественно, на вашем рабочем сервере ваш логин, наверное, не такой. И настройки Гитхаб Джупитер ноутбука, Джупитер хаба, они позволяют замапить пользователя в Гитхабе на пользователя Линукса, чтобы не заставлять вас регистрировать новый Гитхаб. Давайте покажу. Тут запущено джупитер хаб, и он сразу меня редиректует на логин в Гитхабе. После логина, я не буду светить тут пароль, он, так как я админ в системе, он позволяет мне вызвать control-панель, где я могу стопнуть свой сервер, запустить свой сервер, вот я в него вошел, либо поменеджерить одних юзеров. Я отобрал весь сервер целиком, поэтому тут больше никого нету, но вы также можете взять и стопнуть чей-то сервер. Вот вам отъел человек пять ядер, допустим, вам это не нравится, вы стопнули его сервер и заняли все ядра целиком на себя. Тут можно добавить юзеров, если не делать это через конфиг, но через конфиг тоже достаточно просто. Давайте быстренько взглянем на конфиг. Не совсем. Да, давайте. Окей, конфиг будет чуть попозже. Давайте я попробую. Прошу прощения. А, точно. Спасибо. Развлекался? Нет. Нет, похоже на кто-то классно сам. Окей, ладно. Перейдем к следующей демонстрации, пока пропустим. Другой, скажем так, хак, которым можно воспользоваться в Jupyter ноутбуке. Зачастую вы можете запустить какую-то ячейку, там происходит высчитывание модели. И вы пойдете за чаем, либо пойдете читать ВКонтакте, какую-нибудь Мизузу и так далее. И так зачитаетесь, что модель уже давно обучена, а вы потеряли связь с реальностью и возвращаетесь к своей ячейке только через час, через два. И как этого не допустить? Надо как-то пользователю вернуть, сказать, мол, твоя ячейка закончилась, делай что-нибудь. Есть отличное средство для мака, но не только для маководов оно существует. Anybar. Она портирована как на Ubuntu, так и на Windows. Что она делает? Она на самом деле запускает вот такой шарик. Вот в верхнем, как в трее, да, вот такой шарик. Можно сделать под разными портами. Стандартный порт 17.38. Окей, я запустил три шарика. Вы можете поставить расширение, которое... Что-то все пошло не так. Которое автоматически приконнектится к вашему шарику. Видите, он стал зелененький сразу же. Любой шарик можно взглянуть. У него тут будет указан порт, с каким портом он запущен. И, допустим, вы запускаете какую-то долгую операцию, которая... Ну, она будет... Еще раз обратим внимание на шарик. Он вот краснеет, и когда выполнение ячейки останавливается, он зеленеет. Вы можете поставить несколько шариков. Вы спросите, зачем нам несколько шариков, если Jupyter ноутбук только один. Во-первых, вы можете расчеты вести в разных, в трех ноутбуках. Эти ноутбуки могут быть на разных серверах. Они могут быть в том числе удаленные. Если вашу машинку видно с того сервера, с которым запущен ноутбук, вы можете указать тут, к примеру... Да, он обратно. Фактически он пингует этот шарик. И вот он другой шарик закраснел. Давайте на 4 секунды. Средний шарик и так далее. Фактически, если вы очень классные, и у вас 5 ноутбуков, вы можете как-то заменеджерить это в светофорчик, и, собственно, когда только все красные, пойти пить кофе. Окей. Ну, шарики очень классные, но даже зачитавшись «Медузу», все равно можно их упустить и пойти, не знаю, пить кофе, не читая «Медузу», оставив ноутбук. Как же понять, когда ваша ячейка досчиталась? На выручку придет Telegram, телефон всегда есть с вами. Ась? Придет в мессенджер Telegram. Фактически надо загрузить Telegram-бота. Если у вас еще нет бота своего, вы можете его зарегистрировать. Вот в Telegram есть, я не знаю, к сожалению, Telegram не увеличивается. Есть botbrother, он есть у всех. Вы можете создать своего нового бота. Он спросит у вас имя бота. Давайте testbot. Окей. Testbot. Он говорит, что это имя использовано. Давайте возьмем PyData. Testbot. Ну уж. Окей. Он говорит, что вот я вам создал бота, вот его токен. Ну давайте сразу зайдем в этого бота, он выдает ссылочку и нажмем старт. Собственно, началась беседа с этим ботом. Сюда указываем ваш токен бота. И помимо того, что для бота вам необходимо взять его токен, вам необходимо узнать ваш личный ID у этого бота. Допустим, единичку ему отправим и возьмем апдейты. И он вернет вам то, что вы отправили ему единичку. Нас интересует именно ID-шник. Это ID-шник в вашей Telegram. Следовательно, все последующие разы, когда вы запускаете Telegram, вам уже не надо создавать этого бота. Бот у вас уже создан. Вам необходимо указать, собственно, токен бота и ваш ID-шник. Собственно, если вы ведете совместную разработку, да, вы можете использовать одного бота на всю лаву, меняя конкретную ID-шку. Окей, так происходит инициализация Telegram бота. И, допустим, опять же, у вас есть какая-то долгая моделька. Давайте, вот выглядит она как-то так. И мы хотим как-то нотифицировать себя, вовремя прийти, я не знаю, там, с фреш-бара и так далее, когда ваша моделька досчитается. Откроем Telegram, собственно, 10 секунд, видим, еще и шарик продолжает красненьким гореть. Вот. И, собственно, тот текст, который мы отправили, указали в ячейке, он и придет. Но зачастую вам мало того, что ваша ячейка перестала выполняться. Вы, допустим, кросс-валидируетесь. Вы хотите понимать, ваша моделька лучше считает или хуже. Вы хотите, я не знаю, номер итерации вывести или что-то еще, и все это мы можем. На самом деле, если вы укажете последнее число, которое вот обычно выводит ноутбук вот так, да, вот, четверочку, последнее число, оно вам тоже придет. Допустим, вот так вот, да, и отправили его считать. Собственно, то, что последнее выходит на выход, оно придет вместе с Telegram сообщением. Вот, собственно, заголовок и сообщение, которое в ваш АУК 99%. Разве это не здорово? Но зачастую у нас не бывает все гладко, иногда наши ячейки падают с каким-то эксепшеном, да. Ну, допустим, при делении на ноль. И вы тоже хотите отловить этот момент, понимая, что ваше обучение, оно не просто остановилось, а упало. И вам нужно скорее убежать и перезапускать его. Ну, вот, к примеру, деление на ноль выводит нам эксепшен, и если вы обернули эту ячейку в Telegram бота, то, собственно, вам придет ошибка, что ваша ячейка упала, и вам надо искать ошибку. Окей. Ну, не всегда нам приходится работать с какими-то долгими процессами, да, которые мы запускаем, забываем. В нужный момент они инфицируют нас в Telegram, и мы прибегаем. Иногда нам, у нас достаточно быстрые процессы, или процессы, которые мы не знаем, сколько они будут длиться. Иногда можно засечь время, сколько выполнялась ячейка. Это тот же так называемый Magic Kills, да, и вам скажут, что эта ячейка выполнялась 1,62 секунды, да. Ну, она действительно не врет. Давайте увеличим. Вы можете замерить одну ячейку, запомнить, сколько она выполнялась, и примерно экстраполировать, сколько будет выполняться она в следующий раз, да, примерно столько же. Окей. Но не всегда так здорово. Иногда вы можете грабить весь интернет, или бежать в массив целиком. Собственно, вот, к примеру, вместо слипа у нас происходит обработка каких-то элементов в массиве. Мы прождали с вами минут 5, и рука тянется остановить это все, да, немедленно это все остановить. Но мы не знаем, может быть, сейчас уже 99% мы остановим и потеряем все высчиты. Или только начался первый процент, и мы с вами правильно сделаем, что стопнем этот процесс. Хочется как-то контролировать, на каком этапе выполняется проход нашего массива и так далее. Ну, чтобы не ждать, что вы сделаете? Вы начнете делать какой-то отладочный вывод, да, вы начнете выводить там поэлементно, либо каждые 10 элементов в массиве, и это будет достаточно некруто. Ну, потому что вот это только начало. Чтобы как-то украсить себе жизнь, вы с помощью магии iPad ноутбука можете вывести видео. Например, рекламу Юлы, да. Вот. Вы можете запустить процесс. Вы можете запустить процесс. К примеру, есть классная утилита TQDM. И она позволяет сделать, типа, просто Грэсбара. Прогрэсбар делается как в Jupyter ноутбуке, так и в iPad, и не прямо в консоли. Он работает на, это на самом деле, ворнинги. Он кидает ворнинги, перезаписывает строку, и... Ну, а вы можете посмотреть пока рекламу. Ютуб упал. Тут все еще идет, и на самом деле, фактически, ваша проблема решена. Вы видите, на каком процессе, то есть, окей, 36-7 процентов. Все это непотребство будет длиться еще минуту. Ну, окей, я подожду. Но иногда нам необходимо делать вывод. Не такой, как вот каждую итерацию массива, что-то выводить, просматривать. Просто, допустим, вы обучаете итеративно какую-то модель, делаете что-то типа Grid Search, и вы хотите понимать, как она. Вот вы увеличиваете количество слоев, и как вообще реагирует, и выводите это все. Ну, и так как это все делается на ворнингах, да, все вот это получится как-то так. Не круто. Навстречу вам идет магия IPython ноутбука. Все-таки это происходит все в браузере. У вас есть магия JS, да, и вы можете сделать все с помощью виджетов, так называемых, в IPython ноутбуке. Это TQDM Notebooks. На самом деле, я не хотел вдаваться в какие-то подробности, потому как вы всегда можете загуглить и понять, как это работает. TQDM Notebook, все равно скажу, он оборачивает любой итератор, вы по нему итерируетесь и видите, вот, собственно, когда конец. Да, если у итератора конца нет, он, конечно, вам не выведет прогресс бар, да, вот. Он выведет... А, умный. Окей, допустим, вы илкитесь, и вы не знаете, когда это все закончится. Средний вытер. Давай. Ну, вот как-то так, да. Ну, вы можете примерно представлять, сколько длится это все. Если вы примерно знаете, что у вас 100 миллионов, вы можете сделать тотал. Ну, соточку мы быстро тут наберем, получится переполнение. Ну, допустим, вы знаете, что у вас в ВКонтакте 300 миллионов пользователей. Вы сейчас все их качаете, вы, естественно, не знаете, когда это все закончится, потому что они добавляются, но... Что-то меня напрягает этот звук. Окей. Вы можете примерно прикинуть и... То же самое вы можете в нежный момент это остановить. Но магия виджетов в iPhone ноутбуке на этом не заканчивается. Иногда вам приходится делать вложенные циклы, да, и тоже хочется их как-то контролировать. Вы можете контролировать main-цикл, но вот с помощью Jupyter ноутбука вы можете отлаживать еще и конкретно каждый внутренний цикл. Это тоже будет классик. Видим, что если он упал с ошибочкой, то он подсветил красненьким. Если все хорошо, то зелененьким. Я остановил эту ячейку. Далее. На этом магия не кончается. Обладатели ретины могут, скажем так, занудничать и сказать, что графики в iPhone ноутбуке не очень красивые. Они не ретина, да. И тут есть специальная конфигурация, которая позволяет графики на маке сделать такие гладенькие. Тут мы, конечно, у нас проектор не ретина. Но есть вот такая визуализация, да. Ну, естественно, я же замылил специально. На самом деле нет, это скриншот, но… Да, нет, тут тоже не ретина, вы за кого меня держите. Окей. Далее. Помимо всего этого, все вы знаете, что можно в графике делать в iPhone ноутбуке прям, допустим, mat. Lot.lib и построить график прям вместе с вашим кодом. Фактически получается такая научная статья, да. Но график, конечно, не очень красивый, несмотря на то, что мы сделали, что он якобы ретина. Вот. Хочется какой-то интерактивщины. И есть классная вещь, Plotly. Большинство из вас, наверное, встречались с Plotly, когда оборачивали построение графика, и получалась ссылочка, которую вы могли шарить друг другу. Не делать вот эти вот противные скриншоты, а отправить друг другу ссылочку, и ваш друг увидит, как ваш классный рок-аук. Вот. Но есть и Plotly оффлайн. Он не шарит ваши данные, и вы можете вот так вот красиво на них посмотреть, как-то их повертеть, вот, в разные стороны подвигать, и все в одном месте. Окей. Просто для того, чтобы подключить мозг, посмотрим, какие еще визуализации возможно с помощью Plotly на вашем браузере, в вашем Jupyter ноутбуке. Вот. Можно выводить всякие такие вещи. Что такое каплинг? Это утилит, в который можно выкачать различные данные, биржевые и так далее. Она пополняется и позволяет выкачивать. Что-то типа глобального датасета. Как зиплайн? Я не знаком с зиплайном. Вот вопрос. С Plotly можно сделать стриминговый? Стриминговый? Онлайн Plotly можно сделать стриминговый, можно, если у вас какая-то процедура идет, каждую, там, я не знаю, 3 минуты что-то обсчитывает. Допустим, она может обсчитывать, оп, слишком много всего в ноутбуке, и он иногда крэшится. Ваша утилита может что-либо обсчитывать и кидать какие-то дополнительные точки. И у вас получается такой таймлайн, да, вот как, я не знаю, что-то типа симпл графита, симпл графаны прям в вашем ноутбуке или посылке какой-то, которую вы можете фреймом куда угодно вставить. Он не рефрешится, но, опять же, он в оффлайне я не видел, это онлайн какая-то, ну вот Plotly онлайн, когда он шарит данные, поэтому если ваши данные супериорные, это не очень круто. Помимо Plotly есть Bokeh, тоже отключаем голову, красивые продвинутые вещи, можно... Не должен. Проблем быть не должно. Окей. Нет. Оффлайн и Bokeh все делает, Plotly оффлайн делает все на машиночке. Я думаю, что... Да. Что происходит? Окей. Видимо, я зря так хвалил. Не надо все делать в одном ноутбуке. Не надо все делать в одном ноутбуке. Увы. Давайте... Да, я расшарю все эти ноутбуки. Как видите, он пытается это отрисовать. Вот. У меня было подозрение, что я столько расширений наставил, чтобы вам показать, что вот они сговорились. Окей. Оп. Чудеса какие-то. Окей. Ладно. Перейдем к следующей визуализации. Все вы любите работать с данными. И данные бывают географичные. Данные можно иногда построить на карте. Есть классный инструмент, который позволяет построить все это на Яндекс.Карте. Давайте. Допустим, данные о камерах на улицах Москвы. Вот. Вы можете сделать какие-то сразу в Pandas загрузить и сделать визуализацию. У меня есть подозрение, что проблемы с интернетом. Окей. Он хочет Яндекс. Хорошо. Да уж. А он, то есть, принимает на вход адресатор? Он принимает на вход координаты, которые выставляют, собственно, на Яндекс.Карте. Есть различные визуализации. Давайте. Да. Без интернета совсем беда. Представьте, здесь карту Москвы. Ну и здесь тоже. Обидно. Окей. Давайте пока продолжим дальше. Ну, у меня все завязано на интернет, на Яндекс. Хорошо. Окей. Допустим, у вас есть Pandas, к которому вы привыкли, но он бывает большой. Вы можете увеличить количество… Он бывает большой в ширину, бывает большой в высоту. Вы можете увеличить количество ячейок, которые позволяют вылезти друг под другом. Но все равно это будет как-то неудобно. И есть классный инструмент, QGrid, который позволяет вот так вот все это красиво визуализировать, ваш Pandas DataFrame. Допустим, как-то отфильтровать это все. Вот такие вот вещи. Окей. Допустим, но как эти данные получить? Давайте вернемся к еще одной визуализации. Зачастую мы не все читаем из CSV, а иногда получаем что-либо из базы. Да? И иногда нам приходится лезть за этим не в простую базу, а в какой-нибудь хайв. И это может быть достаточно долго, и нам надо как-то визуализировать, как это все работает. Вот, к примеру, на сервере запущен ipython ноутбук, и оттуда я делаю запрос к хайву. Но мне не хочется лезть в хадуповский шедулер, отсматривать, сколько он выполняется, возвращаться обратно. И, собственно, утилита позволяет выводить логи сюда, ну и, собственно, делать вот такой прогресс-бар выполнения вашего хайв-запроса. Это все распределено сейчас считается? Да, это все запущено на хайве, собственно, он на HDFS, и это map-reduced-job, которые запустились, да, собственно. А это какой-то открытый пакет? Да, это открытый пакет. Я ссылочку тоже приложу. Какая информация есть, я прикупить, это к телеграмму будет открываться? К телеграмму вам придется переписывать. Собственно, к телеграмму вам придет уведомление, когда это закончится. Либо вы можете вот тут в конце сделать, мол, каунт вот этого вот вашего… на выходе у нас с вами получается дата-фрейм. Я пытался завуалировать данные, я их тут хеширую, далее вычитаю рандом различный, да, надеюсь. Окей, пока считается. Давайте посмотрим, прогрузирую ли карты Яндекса. Как вы видели, ролик с YouTube тоже не захотел. Окей, далее возвращаясь, иногда, ну, несмотря на то, что Jupyter ноутбук — это классный инструмент для разработки, но что происходит, когда вы его пытаетесь закоммитить в репозиторий? Вы коммитируете его в репозиторий. На самом деле, это некоторый JSON. Каждая ячеечка в Jupyter ноутбуке — это ячеечка поля в JSON, набор полей в JSON, который хранит в себе и код, который вы там ставили, и вывод, и даже картинку она пытается завернуть, и все это будет в одном JSON. И если вы вдруг решите коллективно что-либо разрабатывать, коммитить, смотреть гифы вот этих вот JSON, все будет очень печально. Опять же, но не все так плохо. Вам поможет нб-дим. К примеру, вот я возьму, оп, вот возьму этот ноутбук и отклонирую его. Ну да. У меня есть подозрение, что не так. — Я отведу в браузер. — Да. Магия, да? Окей. Есть клонированная копия, и допустим, поменяем тут пару циферок. Сохраним это все. И все это происходит тут. И теперь давайте воспользуемся nb-dim. Он позволяет сделать div, как в консоли. К примеру, наша paydata-metup ipad-ноутбук и paydata-metup copy2 и оп. Он убирает всякую служебную информацию из этих джессонов, и вы можете сравнить эти файлы, как они есть. Либо вы можете воспользоваться nb-dim.web. И все вот так вот красиво, как вы привыкли, практически VDE. Окей. Давайте вернемся к... Вот он вернул data frame. Опять же, есть возможность, если data frame — это избыточная нагрузка, вы можете выгрузить вот эту вот всякую вещь, да, из хайла в обычный набор туплов, в лист туплов. Вот. Окей. Давайте. Ох! Картель подкипы. Чудеса. Окей. Теперь нам не надо представлять Москву. Вот, собственно, и вот подобные вот визуализации. Ссылочки будут вместе в одном ноутбуке. Окей. Что еще у меня, где ноутбук подвел? А, ну да. Вот, собственно, что я хотел бы рассказать про различные фишечки. Опять же, возвращаясь к Jupyter Hub, у него очень простой конфиг, который позволяет, собственно, сделать, какие у вас админ-юзеры, набор, вот, к примеру, на машинке я называюсь по Ермаков, а в гитхабе Ермаков Петр. Собственно, маппинг тоже происходит в конфиге, и ровно тут же происходит настройка гитхаб ОАУСа, которая позволяет сделать вход. Собственно, вы можете добавить, сделать тут blacklist или whitelist пользователей, расшарить ваш ноутбук между вашими коллегами, ваш Jupyter Hub между вашими коллегами на одной машине, чтобы вы могли работать, но друг другу при этом не мешать. Окей. Да, да, я уже все, то есть я завязываю со всем этим. Прошу прощения за… Больше никогда не буду юзать Chrome. Вот. К сожалению, все фишечки не удалось добавить сюда. Смотрите на следующей серии. Вот. А сейчас, если есть какие-то вопросы… Да. Есть. Скажите, я хотел бы задать вопрос про Telegram Post. Можешь открыть? Автор… Ну, авторство есть в… Нет, можно Telegram открыть? Telegram. Можно микрофончик? Спасибо. Но ты не получишь этого сообщения. Там есть ответ? Да. Если вопрос. Там есть, я написал ответ. Будет выложен. Авторство за Пашей Каладином ВКонтакте, немножечко переработаны Георгием Данчином из ХХ и доработаны мной. То есть вот такая вот череда. Далее еще вопросы. Да. Все пользуемся TQDM, и там регулярно, короче, возникает проблема гугления, которые выводят на треды со стековерфлова, но всегда без содержательных ответов. Иногда, на самом деле, по совершенно непонятным причинам вывод прогресс-бара разбивается, и каждая итерация прогресс-бара рисуется на нью-лейне после целого. Как оточинить, кроме рестарта кернала? У меня такой проблемы не возникало на третьем питоне. Честно. И справедливости ради, еще хочется сказать, есть проблема с JupyterHub, что он работает только на третьем питоне. Собственно, если вы хотите воспользоваться вторым питоном, вам необходимо запустить JupyterHub на третьем питоне и добавить туда дополнительное ядро. Давайте. Все это будет выглядеть как-то так. Ну и для совсем извращенцев можно добавить сюда R. И скалу можно добавить? Можно скалу, можно добавить PySpark, что угодно. Вот, к примеру, какой-то R, который позволяет все делать. Фактически, если у вас есть вычислительная машинка, вы можете туда… Есть несколько извращенных ресерчеров, которые пишут на R, вы можете пригласить их на эту машинку тоже. Хотел кое-что добавить минимально. Когда QDM-ы выкидывались большой кучей, там есть очень полезный аргумент, длиф называется, который, если у вас есть вложенные петли, может убирать этот прогресс бар и новые ставить. Да. Так что если у вас просто вложенные петли, чтобы они так не плодились, можно их длиф делать? Можно. Это полезно. Второй вопрос, вообще вопрос. У телегазового бота телеграммовского есть возможность отправлять графики? Нет, сейчас нет. Да, тут есть автор, который делает это не с помощью бота, а с помощью Сережи там, да. Да. Вот. Как шлонников сюда, да. И еще вопрос. Есть ли какие-то способы, может быть, попроще, чтобы создавать для своих объектов визуализацию вот HTML? Вот есть метод вроде магический, прочерк-прочерк HTML, да, который позволяет объекту репор иметь HTML-ный в ноутбуке? Да. То есть есть какие-то способы, чтобы это облегчать как-то… Есть тебе известных? Нет, известных способов нету. Я стараюсь всячески избегать, потому что верстка – это больное у меня. Какие еще вопросы? А, я помню, я тебе бросал еще ссылку. Есть такая штука Jupiter Thames. Да, ну, всего, всего, к сожалению, не добавить. Если кратко сказать, есть действительно темы, которые позволяют сделать ваш Jupiter черненьким таким, да, шрифт сделать красивеньким и в расцветке все в каком-нибудь Монакайе или в Дракуле, да, вот если вы еще с новым маком ходите, то можно сделать именно так. Нет, просто частый очень вопрос, который я встречал, это как… вот у меня есть сайтик, как мне встроить у него Jupiter? Вот, и в принципе одним из… да, есть такие извращенцы, вот, и в принципе одним из ответов может быть посмотреть, как это сделано в Thames и просто свой сайт накрутить поверх Jupiter в качестве темы, так скажем. Я могу про это добавить. Есть человек, очень известный в питомных кругах, Джейк Вандерплас. Кто из вас слышал, кстати, интересно. Его стоит смотреть, слить за ним. И у него уже давно был код, который компилирует ноутбуки, статические сайты в различных форматах. И это может вам… если вам нужно компилировать ваши ноутбуки в какую-нибудь публицистику, этого может вам помочь. Ну и есть целый набор туториалов на эту тему. Давайте не извращаться. Ладно, я хотел чуть-чуть поныть просто про Jupiter Thames, потому что мне это вечная боль, мне неудобно смотреть на белые экраны. На самом деле серьезная проблема. Все разные варианты Jupiter Thames так или иначе сломаны. В каких-то, значит, просто в верстке вот этот верхний тулбар убран. В каких-то тоже не работают в пятом Jupiter некоторые части верхнего тулбара. Короче, это полная катастрофа. Если вдруг кто-то там сделает кодную Jupiter Thames, даже пусть платно, это было бы прям очень хорошо. Потому что самому ковыряться в HTML вообще не царское дело. Есть классная вещь Stylish. Она позволяет просто применять различные CSS стили. Наверное, время наше подходит к концу, раз меня вырубают. Применять различные CSS стили к различным сайтам в том числе. Вы можете описать те сайты, где у вас ваш ноутбук. И, собственно, пару строчек на CSS. На самом деле они уже написаны. Стоит просто пошерстить на GitHub или в каком-нибудь Slack. И вы обязательно найдете этот CSS. И еще есть микродополнение, что есть такая штука, называется Jupyter Lab. От создателей, собственно, самого Jupyter. И она из плоского ноутбада делает такой дашборд с перемещаемыми окошками, где можно графики выводить. Ну, то есть что-то больше похожее скорее на какой-нибудь Apache Cepelin. Давайте. Я уже попросил мне извращаться на сегодняшнем этапе. И больную тему Jupyter Lab, которая сейчас очень с вами работает, не будем понимать. Можно ли, Маш, вопрос? Как можно передавать Jupyter параметры? Передавать... Вы можете, по-моему, рано... Файлик в JSON стерилизовать, да. Если есть передача аргументов при запуске Jupyter, когда сам серверок стартил, там можно аргументы в него будет передать. Но зачем? Но зачем? Ну или ты всегда можешь это самое, засунуть в Python файл и сделать экзак в Jupyter, чтобы у тебя он запопулейтил. Ну зачем экзак? Нет, ну есть действительно, вот я ссылался в самом начале на доклад Льва. Он по порядочку описал все вот эти magic встроенные, magic kills и magic lines, которые позволяют, собственно, вывод, вот одно или нескольких ячеек вашего ноутбука вывести в PyFile, чтобы не заниматься этим копированием, да, или каким-то объединением. Вот, но если вы хотите передавать параметры в Jupyter ноутбук, я скорее спрошу, а не хотите ли вы программировать на обычном питоне, потому что, ну, это чересчур. Собственно... Нет, там просто есть кейсы, например, когда мы используем Jupyter. Мы часто используем Jupyter как интерактивную консоль для отладки серверов всяких, и поэтому часто приходится передавать именно в Jupyter, в Jupyter, в IPython. То есть, я не знаю, сейчас поменяли название экзешника. Вот, а, собственно, в Jupyter или в Jupyter приходится передавать, когда в консоли вы запускаешь какой-то параметр, например, сервер, к которому ты коннектишься, и он сразу подключается к этому серверу, и у тебя получается интерактивная сессия поверх этого сервера. Это суперудобно, на самом деле. И для отладки это очень хороший кейс. То есть, когда ты работаешь с этим не в браузере, а в консоли, просто у тебя получается сразу автокомплит в консоли. Плюс, например, самое удобное, что там есть, например, если сеть распределенная получается, то можно приконнектиться к IPython к центральной ноде, и потом у тебя будет автокомплит по всем нодам дополнительным, которые в ней есть. То есть, например, если у тебя какой-то есть middleware, который коннектится сразу к четырем, к десяти, к десяти инстансам, ты говоришь там инст, потом у тебя работает автокомплит, ты смотришь, на какой инстанс тебе прийти, и дальше все тоже внутри, там, работа через автокомплит, суперудобно, мы этим постоянно пользуемся. Как хорошо, что я в Data Science, а не вот во всем этом, да? Нет, я во всем этом, поэтому мне интересно даже, на самом деле. Вы знаете, как это сказать. Так, ну давайте, наверное, дальше обсудим уже после. Спасибо большое Петру.